Девушки отдыхают Уважаемый Петрушка, сколько вам лет? Смотри, значит, мне в 2036 будет 400 лет. Луки работают, руки работают, башка села. Все работает. В полном расцвете сил? В полнейшем. А где родился-то? Ну, первое упоминание в Новгородской области. А-а-а. Старая руса, да, Петя? Да-да-да-да, старые русы. И вот все эти 400 лет почти живете там? Да-да-да-да, везде-везде. Я кручусь, верчусь, понимаешь? Такая жесть сложная, ой-ой-ой. Приходится тут ты, Емель, понимаешь? Петербург, Москва, Сыреков, Ежгинов, Коррек. Салихард. Молодец, ты вообще соображаешь, красотка. Приведный Салихард. Раньше-то все по балаганам. А теперь-то где выступаете? Ну вот приходится вот в таких бухгалкотных местных выступать. И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Ну что делать? Холодно, ёбанец, и ты. Раньше вы, многоуважаемый, высмеивали власть. Никогда такого не было. Никогда. Всегда уважал, всегда с почтением вытащил, сыгрей. Ну, чуть-чуть, может быть, так. Тихо, ты что говоришь такой вообще? Это хоть прямой эфир, надеюсь? Нет, это запись, всё нормально. Глава Богу, Петя, давай осторожней, ты себя сейчас понесёт. Всеволод, почему Петрушка? Почему именно этот персонаж? Ну, наверное, потому что он соответствует каким-то моим внутренним установкам. А с другой стороны, он заходит всем. И детям, и взрослым, и женщинам, и мужчинам, и пенсионерам, и детсадовцам. Сейчас вот нет этой популярности. Или это новый виток сейчас только начинает с популярности Петрушки? Мне кажется, что сейчас история начнётся, ну, если не заново, потому что всё-таки конкурентов у Петра Петровича намного больше стало. Если раньше... Кто? Да, кто, в общем-то, раньше был конкурентом для Петрушки? Никто. Ну, только там медведеводцы какие-нибудь придут. Такая забава для простолюдинов. Уличное представление, Петя, что-то выпало. Это у тебя и творилось, что ты... Если раньше какие были развлечения у простых людей? Балаганы, ярмарки, кулачные бои, гири покидать. Ну, вот Петрушка. Но сейчас-то есть развлечения. Не тяжело ли ему тягаться с сегодняшними персонажами? Петру Петровичу всё по плечу, мне кажется. Ну, и, в общем-то, то, что мы ездим по всей России, и спрос на Петрушкин балаган присутствует, указывает на то, что те ценности и тот стиль, повествования, который мы сохраняем, он по-прежнему актуален, насущен, злободневен. Мы Петрушечный театр старой школы, то есть всё должно быть сделано своими руками. Не должно быть, но это намного лучше. То есть если что-то случилось в дороге, нога отвалилась, башка отвалилась. Да, мы недавно ездили в Мариуполе, и первый раз в жизни за 16 лет представления у Петрушки нос отлетел. Какие материалы использовали? Забы, понимаешь, ты? Золотое, чистое золотое. Нет, Петрушка, у тебя сердце золотое, а голова? Забыл. Голова липовая. Точно. Башка липая, ноги липая, руки липая, сердце золотое всюду. Вот расскажите, как вы так быстро переключаете голос, назовём так, потому что я вижу, что вы что-то во рту... Ты что-то пудришь? Тебе показалось. Это секрет, который передаётся от мастера к ученику. В общем-то, дети, да и взрослые частенько спрашивают, но это всё очень просто. Принцип такой. Я, когда пришёл к мастеру, к Анатолию Николаевичу Архипову, дай бог ему здоровья, то у меня уже был спектакль, весь собран, были куклы, но не было голоса. Я, в общем-то, к нему приехал в... Тогда он в Москве обитал, и в Зеленограде давал представление. Я приехал и увидел Петрушку, первый раз увидел настоящего Петрушку с голосом, с правильным. Ну и там провалялся под креслом всё представление, ну и понял, что я точно хочу этим заниматься. Мы себя позиционируем, своё представление, как представление для семейной аудитории. То есть у нас есть шутки, которые вот прямо видно по аудитории. Вот дети смеются, потом пошла волна, взрослые посмеялись. То есть всё простроено так, чтобы всех зацепить. Потому что у нас уличная школа. То есть наше главное образование – это улица. То есть мы выходили с Петром Петровичем сотни раз, и вот обкатывали, 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 именно в таком диком варианте. То есть просто ставили ширму. А зимой? Ну это была весна и лето. То есть вот как бы месяца 4-5 это продолжалось всё, когда мы активно прямо опробовали всё на живой аудитории. Вот и там какие-то вот принципы и нарабатывали. Но Петрушка вообще изначально, это, конечно, взрослое представление. Древолюционный Петрушка – это такая жёсткая достаточно история. Много насилия, много погонь, смерть. Ну потому что, по сути, это же всё растёт корнями из-за античных историй. Хотя, конечно, когда вот сейчас мы смотрим, мы об этом не задумываемся и не видим этого, что по сути мы видим трагедию. То есть персонаж, который всех, кого не встречает, всех убивает. Ну или, по крайней мере, лупит. Ну, я не скажу, что он симпатичный. Да! Прости, пожалуйста. Что ты, ёбару, что ты? Ты симпатичный. 21 век – вот такое благоприятное время для Петрушечников наступило. Да, раньше приходилось там… А их много? Ну, я думаю, пара десятков есть. Существует гильдия Петрушечников. Ну, это такой больше клубешник, где мы общаемся, встречаемся. Вот сами тексты. Кто пишет, кто готовит, это же всё равно вы готовите. Это же не импровизация. Или импровизация всё-таки? Нет, ну, конечно, есть какая-то канва, есть сюжет традиционный, канонический. Петрушка ищет себе невесту, Петрушку забирают в армию, Петрушка встречается с доктором, со смертью, с чёртом, там, драконы всякие. Вот. Это канон, он есть. Трудность, конечно, в том, что раньше же никто не записывал эти представления. Точнее, мало, редко записывали. То есть, если я учусь у Петрушечника, значит, я получаю от него оплюхи под затыльники, или, наоборот, конфетки и сахар, подаю ему кукол, там, и кручу шарманку, и учу текст. Вот. Ну, так порядка, там, пяти десятков текстов осталось, наверное. Но текст, это, как бы, не главное совершенно. Главное понимание персонажа, по каким законам он живёт. Это же история дурака. Ссоритесь? Я его луплю. Только с ним выступаете? Я уже слышала, у вас есть помощник, который музыкальное сопровождение вам устраивает. Он там посидор, там посидор. Вы втроём, получается, да, как правило, выступаете? Ну, как втроём? Ну, как, у нас ещё цыган, у нас ещё конь, дракон, чёрт. Вот, Варвара Трофимовна, четыре ребёнка, пять детей, доктор. Это куклы или это люди? Это кто? Кто это? Это персонажи. Персонажи. А кто их исполняет, этих персонажей? Ну, я же говорю, мы же старая школа, всё исполняет кукольник, всё исполняет один человек. Универсальный. Да, то есть кукольник внутри ширмы, музыкант рядом с ширмой. И меняются персонажи, ну, все, кроме Петрушки. На правой руке Петрушка, на левой все остальные. Петрушка, а Всеволод с семьёй? Семейный человек? Тиран, тиран, деспот. Какой тиран, деспот, чё ты говоришь, я самый лучший папа в мире. У меня у дочки с днём рождения младший. Поздравляю. А у старшего позавчера было. Как относятся к тому, что вы постоянно в развездах с ним? Как, спокойно. Я сын моряка, и у меня когда дочка однажды говорит, папа, ты опять уезжаешь, надолго ли ты уезжаешь? Я говорю, да не, не надолго, там через пять дней вернусь. Она говорит, это так долго. Я говорю, дочь, долго это пять месяцев. У меня, говорю, папа в рейс уходил, целовал меня в щёчку, дверь закрывалась, и папа через пять месяцев возвращался. Она говорит, как это? Ну, как так? Ночь наступила, день наступил, ночь, день, ночь, день, неделя, потом месяц прошёл. Через пять месяцев звонок, мама открывает дверь, там папа. Вот это, говорю, надолго. Она говорит, да, да, всё, езжай, всё нормально, пять дней это недолго. Ну и, как правило, во всём, в каких-то профессиях есть цель. Карьерный рост, ещё что-то. Здесь что? Как у любого предприятия зарабатывание денег, но, как там сейчас модно говорить, миссия. Ну, вообще, у нас эпиграфом к творчеству слова одного мальчика в Новосибирске пришли папа с сыном. Я говорю, вы же вчера у нас на представлении были. Я говорю, мы сегодня то же самое будем играть. Они говорят, отлично, отлично, нам всё устраивает. Усаживаются, потом после представления подходят, там жмут руку, благодарят и говорят. Папа рассказывает, слушайте, ну, сын вернулся, сыну в семь лет, и в коридоре раздевается, снимает курточку и говорит, папа, я понял, я не хочу быть ни Бэтменом, ни Суперменом. Отец, а кем же ты хочешь быть? Я хочу быть Петрушкой. В каком-то смысле описание нашей цели, чтобы дети и взрослые поняли, что Петрушка – традиционная культура. Это не вот это, там, люли-люли, там, берёзки. Традиционная культура – это мудрость, мощь, сила и некий инструмент для того, чтобы нам сохранить себя как народ, как нацию. Ну и помощник, скажите, родственник? Сын моих хороших друзей, питерский такой коллектив есть, белорыбец, фольклорный. И вот мама Катя, папа Миша воспитали сына такого замечательного. Вот и последние годы Ваня с нами, как бы на постоянной основе, наш музыкант, композитор. Красивчик! Хоть покажешься нам. Вот он, ещё один герой. Ха-ха! 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 Ха-ха!